Продолжение следует... Кромкой изогнутой линии гор в полосе морского прибоя. Если эту сказку природы сравнить с музыкой, то роскошная симфония Крыма уже первыми аккордами, горой Карадак и Новым Светом, начинает кружить голову и уводить мысль в другие измерения. Далее завораживающе звучит божественным сопрано его центральная часть скалистых мысов и аквамариновых бухт. Мягкие баритоны зеленых гор сливаются в гармонию огромного моря. Шорох прибоя служит фоном для скрипок цикад. А пряные запахи алепской сосны и линкаранской акации сливаются с воздушными струями морских аэрозолей. В центральной части скрипок цикад. В месте южного берега Крыма приютилась Алушта. В звуках названий города слышится плеск набегающей на отлоге пляжи волны, шорох прибрежной гальки и свободное соло южного ветра. Это голос ландшафта. И в современном названии города слышится таврское слово «салуста», что значит «устье гор». И задолго до появления на византийских картах форт Алустон, от которого, как полагают специалисты, берет свое начало современная Алушта, растянутый по ветру абрис Четырдага украшал щиты римских легионеров. Летели века и бурлили события. На смену одним поколениям приходили другие. И таврское «салуста» было перезвучено в греческий «алустон» и наполнено новым смыслом – ветренный. С верхних точек обзора Алуштинская долина напоминает устье гор, а сам город, немного ветреный и небрежный, отдыхает на побережье, слушая музыку волн. Склоны гор с сине-зеленым амфитеатром обрамляют распахнутую солнцу долину, укрытую виноградной лозой. Красивые горы разрываются двумя глубокими перевалами, выделяя гору Четырдаг и склоны горы Демирджи. Здесь, на южных склонах этой чудесной горы, которую часто называют геологическим чудом планеты, расположена знаменитая долина привидений. Ветры, дожди, температурные колебания в течение миллионов лет создавали этот природный шедевр. В загадочных сфинксах и каменных извояниях, озвученных мелодиями воздушных строй, живут легенды этой земли. Античные греки называли этот край Тавридой. В их ассоциациях это край гомеровых листригонов, родина богов и героев, титанов и мифических царей. Где-то здесь, в этих горах, затерялся храм таврской богини Девы, Эфигении, Артемиды. Миражи загадочного храма мелькают в тумане истории, порой проявляясь близ восхитительных гор. Призрак античной Эфигении можно встретить и на склонах горы Костель, и у мыса Плака, и близ овеянного романтизмом легенд Аюдага. И, возможно, современное название горы Аюдаг – это переозвученная транскрипция Айадаг, что значит «Святая гора». К чему холодные сомнения? Я верю, здесь был грозный храм, где крови жаждущим богам дымились жертвоприношения. Очевидно, название прекрасной долины, что у восточных склонов Медведь-горы, тому подтверждение. Долина Портенита, Портенос, в переводе с античного – Дева. Еще не так давно, в конце прошлого, начале нашего веков, этот участок побережья называли Крымской Италией. И сегодня в тенистых аллеях старинных парков и рощах итальянских пений живет дыхание той эпохи. А ныне в бывшем имении родственников прославленного генерала Раевского размещен один из корпусов санатория «Карасан». И рядом, в обрамлении мыса Плака и древних можжевеловых рощ, на базе бывшего имения княгини Гагариной, а ранее одного из генерал-губернаторов Новороссийского края, сенатора Бороздина, размещен один из известных санаториев Алушты «Утес» Кучук-Ламбад. Подсвеченный солнцем в ореоле мифов и легенд остается в нашей памяти серо-зеленый силуэт дремлющего у побережья медведя, горы Аютак, ставшей природным символом Южнобережья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok